Жильцы этого дома на улице Демьяна Бедного поздним вечером в среду так и не смогли заснуть. Рассказывают, прямо перед окнами забил фонтан из кипятка. Я мужу говорю, слушай, смотри, там, говорю, это, что-то вот непонятно, то ли горит. Потом встали, а потом как дал фонтан, и по нашим окнам. У нас, мы боялись всю ночь, не спали окна, думали выбит. Потому что хлистало прям по окнам, там с улицы, наверное, видно еще лед на наших стеклах. Прямо вот кипятком горячего. Кипятком, мы боялись, что лопнут стекла. Отключили это где-то час назад, да, время. Ну и сейчас как-то неудобства какие-то испытываете? Ну, конечно. Я пришел с работы, не мог помыться. В итоге без горячей воды остались 52 дома. Примерно половина из них лишилась и отопления. Равно как и еще шесть административных зданий, среди которых школа, больница, поликлиника и здание городского УВД. Местные жители уверенно заявляют, виновата компания, проводившая коммуникации для очередной точечной застройки. Строится точечная застройка. Им нужно проводить коммуникации. Коммуникации нужно проводить не только канализацию и воду, но и средства связи и все остальное. Они просто-напросто методом прокалывания по 150-200 метров участки земли пробивают, проводят вот эти вот пластиковые трубы, по которым потом пойдут средства коммуникации. Вот и все. Продавили отопление на весь квартал. Специалисты мэрии под чрезвычайным ситуацием подтверждают, предварительно виновниками коммунальной аварии являются подрядчики строительной организации. Общество с ограниченной ответственностью «Электромаркет» проводило работы здесь. Методом прокола тянуло кабельную линию и порвали теплотрассу диаметром 800 миллиметров. По ним отдельно будет проводиться расследование. Есть по этому поводу поручение первого заместителя мэра Владимира Михайловича Знаткова требование разобраться и четко понять, кто по какому регламенту допустил производство работ без согласования с НГТ. Поэтому задача, вот сейчас первая, это решить вопрос по теплоснабжению. Вторая, не менее важная задача, понять и разобраться, кто допустил принципиальную ошибку в проведении такого рода работ. Заплатку на разорвавшуюся трубу работники гортеплоэнерго пообещали установить к 16 часам четверга. Подчеркивают, горячая вода и отопление должны вернуться в дома поздно вечером этого же дня. А к нарушителям предъявят претензии через управление Ростехнадзора. За несанкционированные работы, ставшие причиной коммунальной аварии, компанию ждет как минимум крупный штраф. Продолжение следует...